МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Тамерис Респаева. Амсурдоперевод Оксана Отечко. И сегодня в выпуске. Чтим и гордимся! В воинской части 66-97 прошел торжественный митинг, посвященный Дню государственных символов. Безопасность детей превыше всего. Участились факты нахождения детей на железнодорожных путях. Полицейские призывают родителей быть бдительными. Новый облик городского пляжа. Зонтики из камыша, детская площадка и фудкорт. На комфортный отдых горожан выделено 19 миллионов тенге. В семье под председательством госсоветника Рилана Карина прошло выездное заседание Совета по молодежной политике. На встрече участники обсудили вопрос противодействия незаконному игрному бизнесу и проблему лудомании среди молодежи. По неофициальным данным, такой зависимостью в стране страдает 350 тысяч жителей. Руководство Министерства культуры и спорта и депутаты мажориста парламента уверены, что решать вопрос необходимо на законодательном уровне. Ирлан Карин призвал членов Совета активно формировать и продвигать борьбу с лудоманией. Только в прошлом году в стране произошло 3700 самоубийств. И 20% из них совершили лудоманы. В воинской части 6697 Национальной гвардии Республики Казахстан прошел торжественный митинг, посвященный Дню государственных символов. Основная цель мероприятия – это воспитание молодого пополнения и солдат, служащих по контракту в духе патриотизма. Подробнее о том, как прошел праздничный митинг и в чем заключается важность государственных символов Казахстана, расскажут мои коллеги. Общее построение – равнение на середину плаца. Торжественная часть праздника началась с выноса символов государства – флага и герба. Этой честью удостоились солдаты Национальной гвардии. После в торжественной обстановке был поднят флаг Республики Казахстан. С днем государственных символов военнослужащих поздравил командир воинской части полковник Талгат Абдиров. Атрибутикой каждого независимого государства является герб, гимн и флаг. В этом отношении 4 июня 1992 года навсегда останется в истории памяти народа как день рождения государственной символики нашего государства. Уважение к государственным символам – это уважение к стране, его народу, его истории. В целом, государственная символика нашего Отечества способствует возрождению национального самосознания казахского и других этносов современного Казахстана, а также укреплению межэтнического согласия как основания духовно-культурного единства казахстанского общества. Также перед военнослужащими выступила ветеран воинской части, старшина запаса Наталья Торценко. Несколько десятилетий она проработала в военно-медицинском подразделении. Наталья подчеркнула важность праздника Дня государственных символов и пожелала солдатам и офицерам с честью защищать страну, сохраняя традиции воинской доблести. Государственные символы Казахстана – это очень важно для нашей страны. Поэтому все граждане, проживающие в Казахстане, обязаны чтить все эти символы. Всем вам желаю отличной службы, здоровья, благополучия вам, вашим семьям, добра и счастья. Мы живем в государстве, где проживает очень много национальностей. И всегда в Казахстане люди жили мирно. Я желаю вам, чтобы ваша служба была только во благо. Государственные символы Республики Казахстан были утверждены в июле 1992 года. В первые полтора года существования молодого государства. Военнослужащие части помнят историю и говорят об уважении государства и его символов. Наши войско-части 66-97 города Кустаная проходят знаменательные мероприятия по случаю Дня государственных символов одним из главных в нашей стране герба, флага и гимна. По этому случаю поздравляю всех с этим знаменательным праздником. Желаю всем благополучия, здоровья, успехов, всего самого наилучшего. Ну а мы, как военнослужащие Национальной гвардии, также будем продолжать нести службу по охране, защите общественного порядка. И будем всегда стоять на защите государственных символов и нашей страны. Воинская часть 66-97 существует уже более полувека. Мероприятия, поднимающие боевой дух и воспитывающий патриотизм, стали здесь традиционными. Флаг, герб и гимн – негласные символы любой суверенной и независимой страны. Уже более 30 лет Казахстан является самостоятельным государством на политической арене. Государственные символы являются отражением народного единства. Диазна Спаев и Дмитрий Мушта, Тимируан Джамбулов, телеканал Кустанай. В области подвели итоги проекта «Дорога бизнесу». Одна из основных задач – это профилактика коррупции в предпринимательской среде. В рамках данного проекта антикоррупционная служба тесно сотрудничает с региональной палатой предпринимателей. Подробности в следующем материале. Проект «Дорога бизнесу» стартовал в феврале. Его цель – оказание помощи предпринимателям при решении ряда вопросов, оформление документов, защиты интересов бизнесменов и ряд других. Все для того, чтобы предприниматели не ощущали препонов при реализации своих бизнес-идей. Сегодня специалисты делятся первыми результатами. Работа по реализации проекта выстроена в тесном взаимодействии с религиональной палатой предпринимателей Кустанайской области. Введена практика еженедельных приемов предпринимателей на площадке палаты «Атамикен». В результате проведено 58 встреч, где охвачено работой 353 представителя бизнеса. Рассмотрено 92 обращения и жалобы предпринимателей. В рамках проекта положительно решены проблемные вопросы 286 представителей бизнеса. Мы провели анализ сфер, в которых чаще всего наблюдается активность обращений предпринимателей. В результате определились 12 сфер, наиболее уязвимых и подверженных коррупционным рискам. В список сфер, наиболее подверженных коррупционным рискам, вошли сферы ЖКХ, образования, здравоохранения, ветеринарии и другие. Тройка лидеров, сфера земельных отношений, налогообложений и государственных закупок. Предприниматель пожаловался в департамент на результаты конкурса государственных закупок, проведенных департаментом госдоходов области по закупу охранных услуг. Субъект МСБ в жалобе указывает, что победителем признано лицо, не соответствующее квалификационным требованиям. Вопрос с департаментом был изучен совместно с органами госаудита и палаты. Провели повторный камеральный контроль, который указал на обоснованные жалобы. В результате конкурс был пересмотрен и заявитель признан победителем. В другой случае предприниматель из города Актубе участвовал в закупках отдела образования Корабалыкского района. При этом заказчик техспецификации по закупу циркулярных насосов предусмотрел условия о непринятии товара через почту или службу такси. Выходит, заказчик намеренно допустил условия, которые ставят потенциальных поставщиков в неравное положение. Через уполномоченный орган конкурс был отменен и объявлен вновь без ограничения права субъекта бизнеса. Стоит отметить, что обращения, которые поступают в антикоррупционную службу, не всегда соответствуют их компетенции. Однако сотрудники рассматривают каждое. При необходимости отправляют в соответствующие инстанции. Каждое обращение подробно изучается и сопровождается вплоть до окончательного его разрешения. Привлекаем уполномоченные органы и палату предпринимателей. При необходимости коллективно выезжаем для рассмотрения возникшей ситуации на месте. Специалисты напоминают, в случае возникновения вопросов предприниматели могут обратиться в колл-центр по номеру 1424 или же в дежурную часть департамента. Также обращения можно присылать на электронную почту. Алмажина Манкельдинова, Родион Бабич, телеканал Кустанай. Выполнить решение суда – соблюсти закон. Такой работой занимаются частные государственные судебные исполнители. В Кустанайской области работают более 100 специалистов этой сферы. Судебными приставами с начала года было закрыто и исполнено более 35 тысяч дел. Подробности в репортаже моих коллег. С 2015 года в стране действует проект по поддержке деятельности частных судебных исполнителей. При этом роль государственных судебных приставов постепенно уменьшается. Работу специалистов этой сферы в области курирует межрайонный территориальный отдел судебных исполнителей. Они следят за законностью и своевременностью работы частных судебных приставов. Нарушителей законодательства ждет административной ответственности и лишения лицензии. В настоящий момент компетенция территориального органа Уполномоченный контроль по задействию частных судебных исполнителей организует контроль за соблюдением частных судебных исполнителей настоящего закона и надлежащим исполнением их обязанностей. Вносит Уполномоченный орган представление о приостановлении или прекращении действия либо лишения лицензии частных судебных исполнителей. Вносит представление дисциплинарной комиссии Республиканцев Палата и региональных палат частных судебных исполнителей по возбуждению дисциплина производства. Ведет учетную регистрацию частных судебных исполнителей, осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством судебных Казахстана. Рассматривает заявление о допуске и катестации на праве занятия деятельности частных судебных исполнителей, производит оплату средств из республиканского бюджета, направляемых на финансирование оплаты деятельности частных судебных исполнителей, оказываемых в рамках исполнения документов о взыскании алиментов и заработной платы. Основная задача таких организаций – исполнять решения суда в отведенные для этого сроки. В основном приставы заменимаются с арестом имущества, взысканием долгов, элементов, должников. Также судебные исполнители могут проводить рейды по поиску неплательщиков, осуществлять конфискацию имущества, оформлять документы по правилам и времени общения между разведёнными родителями и их детьми. Конечно же, основная категория, по которой ведётся активная работа нашими судебными исполнителями, это социально значимая категория, алименты, заработная плата, госдоход. Поэтому основной упор у нас в этом направлении ведётся работа. На сегодняшний день задолженность по алиментным платежам по области составляет 844 миллиона тенге. Работа, которая в основном проводится с судебными исполнителями, это проведение рейдовых мероприятий. Вот в настоящее время, на этой неделе, до 31 мая, у нас проводятся рейдовые мероприятия по межведомственному плану. Стать частным судебным исполнителем может не каждый. Президенту должно быть не меньше 25 лет. Он должен иметь казахстанское гражданство и высшее юридическое образование. Для работы с государственными органами и юридическими листами специалисту нужна лицензия. Также он должен состоять в палате частных судебных исполнителей Казахстана. Также взыскание субъектов естественных монополий и субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке товаров и услуг. Взыскание в пользу государства, которым размер взыскания превышает 2000 МРП. Также относятся выселение, вселение, снос, изъятие земельных участков и другие категории производства интересов государства, Также хотелось бы отметить, что согласно статье 669 к административной ответственности, а также статье 139 Уголовного кодекса 430 возбуждаются дела административные. Согласно представлению частных судебных исполнителей, которое было на данный момент сейчас у нас к административной ответственности привлечено, 71 должник за неуплату, за неисполнение решения суда. В ходе работы приставов с начала года к административной ответственности были привлечены более 70 должников. Общая сумма штрафа составила более 6 миллионов тенге. В основном это неплательщики алиментов, коммунальных счетов, кредитов. За неуполнение требований судебного исполнителя гражданин может получить штраф в размере 10 МРП или 5 суток ареста. Если в течение полугода ответчик отказывается выполнять решение суда, ему грозит лишение свободы сроком на 3 года. Сельские районы и республиканские. В этом году планируется отремонтировать более 440 километров автодорог местного значения и без малого 300 участков улиц, населенных пунктов. Планами по ремонту накануне поделились в ходе брифинга в региональной службе коммуникации. Где преобразятся транспортные артерии, расскажут мои коллеги. Соединение двух перспективных микрорайонов, аэропорта и северо-западный – один из важных проектов для областного центра. Речь идет о реконструкции подъездной дороги к международному аэропорту. Ее протяженность 1,1 километр. На масштабные работы будет выделено 914 миллионов тенге. На сегодняшний день сейчас идет процесс заключения договора с подрядной организацией ТООВАН. Это свяжет, получается, там будут железнодорожные переезды и так далее. Тротуары, освещение, велодорожка. То есть протяженность 1,1 километр. Полностью мы это сделаем. Также у нас идут 4 небольшие реконструкции. Это улица Фролова, граница от Абая до Триатлон-парка. Это сам подъездной путь к Триатлон-парку с парковками. Здесь будет освещение, тротуары и тому подобное. В этом году на ремонт автодорог областного и районного значения выделено 20,5 миллиардов тенге. В планах отремонтировать 48 участков автодорог местного значения. Общей протяженностью 446 километров. По 44 проектам уже определены подрядные организации, по 4 ведутся конкурсные процедуры. В текущем году в рамках программы будет завершена реализация крупного проекта реконструкции участка автодороги областного значения АЕД-Варваринская, граница области, с выходом на Российскую Федерацию. Общая стоимость проекта 3 миллиарда. Срок завершения – ноябрь 2023 года. Реализация данного проекта доведет характеристики автодороги до третьей технической категории, увеличив транспортно-логистический потенциал области. Также в текущем году завершается крупный проект по среднему ремонту. Последний участок автодороги областного значения АУЛИ Кольж-Желдома протяженностью 257 километров. К слову, это единственный транспортный коридор, связывающий областной центр с Жангельдинским, Амангельдинским районом и городом Аркалык. Также в рамках программы АУЛУ Ельбесага строительно-монтажные работы будут проведены на 118 улицах, сельских населенных пунктов и одном подъездном пути к селу Уштобе города Аркалыка на сумму 6,1 миллиард в тенге. Ремонтом будет охвачено 57 сельских населенных пунктов. Из которых 27 спутниковые, 27 опорные и 3 приграничные. По состоянию на 30 мая текущего года 119 проектов договора заключены по 105 объектам. По 14 объектам проводятся конкурсные процедуры. Из 105 проектов, где определены подрядные организации, строительно-монтажные работы завершены. В ходе брифинга затронули и тему ремонта трасс республиканского значения. На их содержание в 2023 году выделено 2 миллиарда тенге. Для обеспечения безопасности выполняются работы по ямочному ремонту на аварийно-опасных участках. Произведена установка дорожных знаков, которые были деформированы. 6,3 миллиарда тенге выделено на 4 новых участка. Это Аджесказган-Петропавловск. От Аркалыка до границы с Акмольницкой областью протяжённостью 38 километров. Хочу отметить, что уже за май месяц выполнено на сейчас, на утро, 12 километров асфальтобетонного покрытия. И также уже проводятся работы по обочинам. Планируем мы завершить асфальтобетон. Уже на 1 июля. Если погодные условия дадут на 1 июля, то есть в пределах Костанайской области мы будем полностью эти работы выполнить. Кроме того, предусмотрен и средний ремонт автодороги Екатеринбург-Калматы от посёлка Фёдоровка до посёлка Заречное. Протяжённость участка 28 километров. На эти работы будет выделено 2,5 миллиарда тенге. Диасна Спаев и Руслан Джабаев. Телеканал Костанай. Безопасность детей превыше всего. Сотрудники полиции Костана с жителями садового товарищества «Текстильщик» проводят акцию. Они раздают буклеты и призывают детей и их родителей обратить особое внимание на правила нахождения на железной дороге. Здесь 23 мая пассажирский поезд от РАУ «Астана» совершил служебное торможение. На путях машинист заметил двоих детей. В происшествии никто не пострадал. Линейный отдел полиции станции Костанай установили несовершеннолетних. С родителями проведена профилактическая беседа. В садовом товариществе «Текстильщик» всего полторы тысячи дач. Более 300 семей проживают здесь круглый год. Из развлечений у местной детворы скромная площадка, турник и карусель, сделанная жителями товарищества. Любимое место ребятишек – железная дорога. Сотрудники линейного отдела полиции не раз предупреждали родителей об опасности после инцидента. Снова провели профилактическую беседу. С началом летнего периода ботерейцы у нас увеличиваются пусков травматизма. Как взрослых, как и непрошеннолетних. Затем у нас появляется данная акция. Это правило безопасности на железной дороге. Председатель дачного общества рассказал, что территорию вдоль железной дороги часто патрулирует конная полиция. Они также раздают брошюры и напоминают жителям о том, что железнодорожный путь – не место для игр. Ответственность за детей, считает Каирбек Мурзагалиев, должны нести в первую очередь родители. Потому что родители, как говорится, халатно относятся к своим детям. Не смотрят за ними, привезли и на вольные хлеба отпустили. Поэтому и получается так, что дети без присмотра остаются, поэтому бегут. Им же интересно, железная дорога, поезд тудит, поэтому они там и бегают. Это в основном наши, кто проживает в них. Тепловоз надоел уже. Они все здесь возле детской площадки. Это только кто-то с города приезжает, в основном такие дети бегают. Кто в гости, да, приезжает? В гости приезжают, в основном, да, кто не видел поезда. И им в дикости поезд. Быстро остановить поезд невозможно, говорят полицейские. Его тормозной путь от 600 до 1000 метров в зависимости от массы локомотива. Именно поэтому железная дорога – зона повышенной опасности. Лучше бы здесь построили ограждение, чтобы допуск, не допустить, допуск, чтобы ограничиться как железной дороги. Это не прилигатива, не полиции. Мы не можем построить какие-то ограждения, заборы, сооружения. Мы еще будем писать письма в железнодорожную организацию, чтобы в отделении дороги, чтобы они имели в виду, что данный участок, он не охваченный. Раньше, может, здесь было садовое сообщество. На данный момент вы сами видели, слышали. Председатель говорит, здесь уже люди обживаются на постоянной основе. Таких случаев, когда локомотив совершает экстренное или служебное торможение, немало. Препятствием для поезда может стать и скот, который гуляет вдоль железнодорожных путей. Владельцев скота, что нарушают правила выпаса, ждет предупреждение или административный штраф. Айдана Папанина, Олжас Есен-Жигитов, телеканал Кустанай. 1 июня стартовал купальный сезон. От аномальной жары кустанайцы спасаются на водоемах города. В этом году по поручению главы областного центра Марата Жендубаева оборудовали городской пляж. На эти цели из бюджета выделили 19 миллионов ценге. На городском пляже многолюдно. Дети и их родители от палящего солнца спасаются под новенькими зонтиками. Всего на территории пляжа их 19. Кроме того, здесь обновили скамейки, построили детскую площадку, открыли для горожан фудкорт. Для отдыхающих созданы все условия. На эти цели из городского бюджета выделили 19 миллионов ценге. На сегодняшний день работа продолжается. Угубление производят, камуши удаляют. Работу будут висеть, в принципе, все лето. Также обновили песок. Песок речной, именно с реки, который, когда очищали руслые реки, вытаскивали. Этот же песок мы применили. Он очень качественный, очень хороший песок. Специалисты отдела ЖКХ просят горожан не мусорить, ведь ур на территории достаточно. Также жители областного центра призывают не ломать оборудование. Факты вандализма уже зафиксированы. К примеру, только сегодня люди пытались разобрать верхнюю часть зонтика, сделанного из камыша. Конечно, хотелось бы, чтобы ценили труд. Для них мы все это стараемся, чтобы для них было удобство, не жаре. Пляж никогда у нас так не облагораживался. Это впервые такой очень-очень красивый пляж, на мой взгляд. И чтобы немножко порядок приводили, мусор, как говорится, в урны кидали, они оставляли на песке на пляже. Факты хулиганства фиксируют две видеокамеры и совсем скоро установят полицейский пункт. Помимо этого, в целях безопасности на пляже будет дежурить спасатель. Для него возвели наблюдательный пункт со специальным инвентарем. Преображение зоны отдыха пришлось по вкусу жителям города. Аману Разбай с друзьями студенты в свободное от практики и занятий время проводят здесь. Пляж довольно хорошо изменился. Появились туалеты, гамаки появились. Сам пляж стал чище. Что могу сказать? Появились люди, которые смотрят за пляжем, которые убираются, все это делают. Ну, на мой субъективный взгляд, пляж стал лучше. На пляже установили два биотуалета со всеми удобствами – умывальником и сушилкой для рук. Фудкорты уже открыты. Алкоголь здесь не продают. До городского пляжа организован общественный транспорт. Автобус начинает движение с драматического театра ежедневно с 7 утра до 8 вечера. Айдана Папанина, Диас Бесенов, телеканал «Кустанай». Когда оживают краски. В областном центре открылась красочная летняя выставка. На ней представлено более 100 различных работ. Авторами являются юные художники «Кустанай». Жители и гости города могут посетить выставку до июля. Подробности в материале моих коллег. На данной выставке представлено 110 работ. Среди них 95 картин. Каждая из них выполнена в различных техниках и жанрах. Стоит отметить, что авторами многих работ являются выпускники местной художественной школы. К примеру, это принадлежит кисе 15-летней Полины Красовской. Ее музой стала известная казахская художница Гульфа Ирус Исмаилова. При создании портрета она использовала холст и гуашь. Говорят сотрудники картины и галереи, воплощая образы известных личностей, юные дарования сумели показать не только отточенную технику, но и продемонстрировать свой индивидуальный почерк. Показана безграничная фантазия детского восприятия, которая показывает нам такие чудесные композиции, которые открывают целые миры. Это, например, подводный мир, мир космоса. Ну и, конечно, среди них, как всегда, встречается очень много пейзажей и каких-то таких тематических композиций. Очень интересные исполнения, например, с жидкими обоями. Они прям вот звучат по-летнему. Здесь такое количество таких ярких красок. Ну и эти краски, они оживают на самом деле в созвучии с наступившим летом. Когда оживают краски? В природе краски оживают в летний период. А вот в художественной школе оживают краски всегда. Подобные выставки проводятся ежегодно. Для выпускников художественной школы имени Никифорова это прекрасная возможность показать свой талант. Так скажем, найти своего ценителя прекрасного. По словам сотрудников картины и галереи, здесь представлены не только картины, но и ряд других работ, выполненных в разных стилях. Есть еще и ряд очень интересных таких работ, как инсталляция. Инсталляция, она здесь у нас как раз в зале, можете ее увидеть. Она горит всеми огнями. Это очень привлекает наших посетителей. Ну и еще хотелось бы сказать, что кроме дипломных работ, представлены здесь и лучшие работы детей, в том числе тоже выполненные в различных техниках. Мне бы хотелось, наверное, обратить внимание наших зрителей на такую технику, как обработка камня, преподавателем которой является долгие годы работающий в этом коллективе Николай Васильевич Гончаров, член Союза художников Республики Казахстан. Как отмечают в картины и галерее, выставка будет длиться до начала июля месяца. Поэтому у любителей изобразительного искусства, а также гостей города, еще есть время оценить работы юных мастеров кисти. Алмажина Макельдинова, Тимирлан Джамбулов, телеканал «Кустанай». На этом у меня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова